Выпавший ночью снег, хоть и не стал рекордным, но уже вряд ли растает. А это значит, зима пришла. А с ней зимние хлопоты. С раннего утра благовещенские дворники взялись за метлые лопаты. Ну, а работать неохота. Ну, когда помаленько идет, то нормально. Когда подметнул, а когда лопаты, и когда особенно мокрые, тогда плохо. Тяжелые и леденеют быстро. Куда больше оказался фронт работы у городских служб. Чтобы дороги областного центра не покрылись льдом, на уборку и подцепку реагентами, еще в полночь вышли спецмашины. Сразу 34 единицы. Для их водителей борьба со снегом – сложный и рутинный труд. Но все же пушистые осадки у большинства амурчан вызывают приятные эмоции. Чтобы детям было радость, чтобы они могли кататься на санках, чтобы они кататься на лыжах могли, чтобы у нас горки были прекрасные. Хочется снега, потому что это зима, это радость. Потому что он воздух очищает. Становится свежей. Потому что большая гололедица, очень. Уже аварий много видел. Крадемся, потеря времени. И хотя этот снег далеко не первый в сезоне, многих автомобилистов он напугал, утверждают сотрудники шиномонтажек. У них снова наплыв клиентов. Еще много кто остался непереобутый. Вот сегодня с утра, прямо как снег выпал вчера еще вечером, сегодня с утра прям народ поехал переобуваться. Потому что гололед, накатанный снег, у некоторых резина и летняя, и лысая. И все с напуганными глазами побежали на шиномонтажку переобуваться. В магазинах автопринадлежности тоже ажиотаж. Водители скупают скрипки и средства для ухода за машинами зимой. Снег оказался с подвохом. Стекла многих автомобилей превратил в ледяную корку. Скрипки – это обязательно. Еще есть такая волшебная штука. Немногие ее знают и немногие ее пользуются. Называется «Средство для разморозки стекол». Это средство – это волшебный баллон, который вы запшикиваете лобовое стекло, и лед сам по себе начинает таять. Только после этого вы можете работать дворниками. По словам синоптиков, циклон, накрывший Благовещенск, пробудет еще сутки. За это время он успеет наследить по югу и востоку области. Днем столбики термометров покажут до минус 9, а вот ночью холод достигнет отметки в минус 17 градусов. Ольга Сысой, Роман Юдаков, Иван Сюмак, Михаил Величкин. Амурское областное телевидение.